День с толком День с толком Все образовательные учреждения, в том числе колледжи, детские сады и учреждения доп. образования уходят на дополнительные каникулы. Они продлятся с 30 марта по 5 апреля. Такое решение было принято после обращения Владимира Путина о коронавирусе. Напомним, накануне президент заявил о необходимости провести россиянам целую неделю дома. Он подчеркнул, с 30 марта по 5 апреля продолжат работу в штатном режиме только службы жизнеобеспечения, медицинские учреждения, аптеки, транспорт, службы спасения, полиция, а также органы власти всех уровней. Школы же переходят в режим дистанционной работы, а детские сады, колледжи и учреждения доп. образования отправили на дополнительные каникулы. Официальный документ об этом сейчас готовит Минпросвещение. Краевое министерство образования, в свою очередь, думает, каким образом организовать работу детских садов для тех семей, где родители по приказу президента не могут уйти на выходные. Это врачи, педработники и полицейские. Предполагается, что число групп в садах сократят. Принимать в них будут детей только по заявлениям родителей. Добавим, в Министерстве образования и науки Алтайского края открыта горячая линия. По всем вопросам звоните по телефону, который сейчас видите на экране. Школы края перейдут на дистанционное обучение ровно через неделю. На этой учительское сообщество готовилось к работе в новых условиях. Но вопросов и у педагогов, и у родителей, и у детей осталось немало. О том, как будут учиться на удаленке, расскажет Никита Ермаков. Учитель в скайпе, классный дневник и журнал в компьютере. Скоро это будет реальностью. Учителя уже сейчас выкладывают учебные материалы, домашние задания в сеть. Основной образовательной платформой в крае выбрали систему сетевой регион образования. Школа намерена проводить занятия в форме вебинаров для гуманитарных предметов в виде графических задач для точных наук. Домашнее задание никто не отменял. Он может выполнить это домашнее задание любым способом. Создать также файл, либо написать на любой бумаге или в тетрадке, сфотографировать и в ответ на письмо учителю прикрепить этот файл и отправить на проверку. На Волтайском лицее номер 8 образовательную программу решили скомбинировать. Различные теоретические материалы, тренажеры и тестирование. В рамках данной темы предполагается еще две видеоконсультации. В электронном виде представлена тема урока, учебник, домашние задания, промежуточные и итоговые тесты. Но такой формат подходит для городских, либо крупных районных школ, где есть доступ в интернет. Для сельских все гораздо сложнее. На селекторном совещании с директорами школ звучали предложения о раздаче задания по телефону, либо подвозе детей в ближайшие школы, где выход в интернет возможен. На сегодня к сети подключены 226 школ, а свыше 600 работают оффлайн и ждут очереди в мир глобализации. Но нам предстоит еще достаточно большая работа. А именно, в 2020 году нам необходимо подключить будет 274 образовательных организаций и в 2021 году – 332. Учиться в новых условиях, пока не совсем понятных, для многих предстоит до 12 апреля. И то, если каникулы из-за коронавируса не продлят. Оценить качество такого обучения пока никто не решается, ведь подобные впервые. Известно, что родителям школьников предлагают подписать заявление о переводе на дистанционное обучение. Многих возмутил в нем пункт о том, что освоение образовательной программы родитель берет на себя. Взрослые полагают, чиновники и школа ответственность за качество образования перекладывают на плечи родителей. Если у родителей нет возможности так или иначе сопровождать своего ребенка в формате дистанционного образования, школы работают в штатном режиме, все учителя находятся на рабочем месте. И поэтому, если у ребенка нет условий, школа создаст эти условия на своей базе. Учительское сообщество не исключает, что первое время на удаленке возникнет немало сложностей. Но постепенно процесс удастся наладить. Правда, как скоро это случится, большой вопрос. Ведь многим школам придется впервые столкнуться с дистанционными технологиями. Да и многие учителя, особенно пенсионного возраста, признаются, что уроки онлайн для них сродни полету в космос. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. Бурное выяснение отношений, обвинения и перетягивания одеяла на себя. Такой выдалась сегодняшняя сессия краевых парламентариев. Самую горячую дискуссию, как ни удивительно, вызвал вопрос о выплатах детям войны. Подробнее в сюжете Анастасии Дороган. Юбилейные 2000 рублей получат все дети войны Алтайского края, причем даже не имеющие такого статуса официально. Главное, дата рождения. С января 1928 по 3 сентября 1945. Всего таких 130 тысяч человек. В любом случае, выплаты будут предоставляться до декабря этого года. Поэтому даже если что-то не получилось в апреле-майе, не переживайте, выплаты получат все. Закон о выплатах детям войны неожиданно на тропу войны вывел фракции. Оппозиция, знаменуя победу этой инициативы, стала вспоминать свой вклад в дело. А еще, что разовые выплаты меры недостаточные, нужны выплаты регулярные. Впервые мы, фракция «Предвроссия», в 2011 году выходили с законом об установлении единовременной выплаты в размере 5000 рублей. Как Мария Николаевна справедливо сказала, каждый раз эти законы отклонялись. Статус «Дети войны» был утвержден и вносился двумя фракциями. Мы с вами, Александр Владимирович, даже в ходе телевизионных дебатов, по-моему, это уже выяснили. Так что вы, конечно, не популист, а просто лгун. Необходимо, чтобы подобный закон был принят на федеральном уровне. Но пока данного закона нет, нам стоит на региональном уровне продолжать работу. В итоге единогласное «за» и обещание вернуться к этому вопросу позже. Еще одна назревшая проблема – сохранение зеленых зон города. Депутаты обязали высаживать деревья вместо срубленных. Привлекать к этому по проекту будут физлиц, компании, мупы, органы местного самоуправления, смотря кто спилил. Восстанавливать зеленые уголки будут на том же месте или рядом. Условно решили какой-то важный социальный объект, где-то у парка что-то захватили или у сквера. Соответственно, органы местного самоуправления должны выделить участок в радиусе 300 метров. В этом же микрорайоне уже либо площадь в два раза должна быть увеличена, либо высадка деревьев в двойном размере. Предусмотреть мы должны, видимо, чтобы в наших муниципалитетах появилась какая-то программа озеленения, вот как это сделал город Барнаул. Также в первом чтении депутаты одобрили проект о пассажироперевозчиках. Предполагается, что за два и более административных правонарушения в течение года их начнут лишать лицензии. Однако список нарушений депутатам еще только предстоит утвердить. Рядом с Барнаулом незаконно рубят лес. С такой жалобой к нам в редакцию обратились жители Первомайского района. По их мнению, а также со слов владельцев местных дачных участков, рядом с поселком Калиновка регулярно вырубают здоровые деревья. Кто стоит за вырубками, законны они или нет, разбирался Илья Кочетков. Пилят хорошее, оставляют плохое, бьют тревогу жители Первомайского района. Они уверяют, пятый год, прикрываясь санитарной рубкой, Бобровский лесокомбинат пилит здоровые деревья на продажу. По мнению людей, лес гибнет. Я понимаю, что может быть вырубка состоится дальше на много километров, законно. Но здесь маленький кусочек, пятый год как бы выпластывать, но я считаю, что это уже... Он светится, действительно уже светится. Уже там ни птиц, ни животных практически не осталось. Холдинговая компания «Алтайлес», куда относится лесокомбинат, факт рубки не отрицают. Но говорят, что ее проводят не с целью улучшения состояния, а для омоложения леса. Из насаждения забираются деревья в возрасте старше 110-120 лет, так называемые спелые и перестойные, а также сухостойные. Для чего это делается? Цель – омоложение лесов, поддержание насаждения в здоровом состоянии и профилактика лесных пожаров, что особенно актуально для тех населенных пунктов, которые находятся рядом с лесом. За объемом вырубок и их местами следит специальная государственная лесоустроительная организация. Она же выдает разрешение на вырубки. Выходят, они вполне законны. Но со стороны местных жителей есть еще одна претензия – разбитая лесовозами дорога, которой пользуются жители села Бобровка и поселка Калиновка. Зам. директора лесокомбината с ними не согласен. Дорога просто прекрасная, ровненькая, как для проезда любой техники. Сотрудники лесного холдинга признают – звонки с жалобами в последнее время поступают часто. Но такая бдительность, говорят лесники, им даже приятна. Множество обращений позволяет не пропустить реальные нарушения. А таковых здесь хватает, и не только по части вырубок. Так, местные жители жалуются на то, что в их бор регулярно наведываются осенизаторские машины. Кто сливает нечистоты, предстоит еще выяснить. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Больше полутора сотен заявок поступило на участие в программе «Земский учитель». По ее условиям рискнувшие работать в селе получают от государства подъемный миллион рублей. Главное требование – отработать в селе пять лет. Программа стартовала на Алтае. В Заринском районе в селе Новомоножкино школа большая даже по городским меркам. Два этажа, просторный спортзал, игровая комната. Не хватает только педагога математики и учителя начальных классов. Здесь надеются, что благодаря программе «Земский учитель» он появится. Нам нужен учитель яркий, новичный. Как-нибудь нам его нужно прислать. А это Заринский лицей Бригантина. Один из немногих, где есть своя учебная мастерская. И пусть оборудование и станки не новые, но все в рабочем состоянии. Кстати, в рамках программы «Земский учитель» к началу учебного года здесь еще в двух среднеобщеобразовательных школах Заринска, номер два и номер четыре, есть вакансии учителя иностранного языка. И, кажется, претендент уже найден. Владислав Алексиенко заканчивает педуниверситет в этом году. В принципе, я готов предложить школам Заринска себя как высококвалифицированного специалиста будущего. Для молодых участников, выпускников учебных заведений, меры социальной поддержки заманчивые. 80 педагогов, которые будут работать в школах, где учатся до 200 человек, ждет выплата. 170 и 250 тысяч рублей. А также единовременные пособия от 10 до 100 тысяч. Предоставляется компенсация аренды жилья в 32 населенных пунктах. Думаю, что земские учителя, которые приедут в наши муниципалитеты, в районы, в селы, в малые города, конечно, ощутят не только полученный миллион, благодаря тому, что участвовали в «Земском учителе», но и серьезную поддержку со стороны муниципалитетов, а главное, педагогических коллективов, в которые они вольются. Документы на участие в программе «Земский учитель» подали уже 168 человек. Из них выберут 44 победителя. Заявки принимают до 15 апреля. А уже к середине мая станут известны имена учителей-миллионеров. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Больше 200 работ прислали жители Алтайского края на конкурс видеороликов «Мы победили, жизнь продолжается». Но это еще не предел, отмечают организаторы. Заявки на электронную почту приходят ежедневно. Участники патриотического проекта фонда депутата Государственной думы Александра Прокопьева – люди разного возраста. Но самыми активными все же стали школьники. Они вместе с родителями снимали видео о ветеранах своей семьи. Что получилось, оценивают попечители фонда Прокопьева. На официальном сайте фонда сейчас больше 200 видеороликов. Третья часть работ – Избийска и Барнаула. Рубцовск тоже в числе лидеров. Не отстают и жители сел. Больше всего видео сняли в Первомайском, Залесовском и Солонешинском районах. Есть даже заявки из других регионов. К примеру, Белгородской и Московской областей. Также Республики Тыва. Если сложить все ролики, то получится почти 13 часов готового материала. Авторы рассказывали о боевых подвигах своих ветеранов, о том, как жили, чем занимались в мирное время и о сложившихся традициях в своих семьях. А какие ты жарил жаренки, не гренки, как у всех, а жаренки. А еще ты пел песни о войне. Эх, дороги, бьется в тесной печурке огонь. Правда, ты пел вьется. Да и я так пою. И мои дети сейчас так поют. Определят победителей попечители фонда Александра Прокопьева. Сейчас они оценивают видеоролики и проставляют баллы. Людмила Параева, директор Бийского педколледжа, отсмотрела уже больше половины работ. Есть ролики, которые смотришь, и они западают в душу. Либо это разговор бабушки и внучки. Настолько проникновенный. И это цепляет, конечно. Присутствует креативность очень много. Вот настолько это радует, что есть такие ролики, которые даже не стыдно показать и на российскую аудиторию. Вообще очень хорошо. Видеоролики оценивают по шести критериям. Насколько они получились информативными, использовались ли архивные материалы. Максимальная работа может получить 30 баллов. Конкурс, проводимый фондом Александра Прокопьева, при поддержке губернатора края Виктора Томенко, еще не завершен. Заявки принимают до конца марта, а итоги подведут в апреле. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Раз ham»! Одно у меня! Субтитры подогнал «Симон»!